Заслуги человека перед громадством завсюда означалися особливым чином. Титулы, упрыгоживание, зброя, годинки и даже специальное оденье. Перелик того, что люди урушали своим героям, достаточно великий. Однако ордены и медали в этом списке стоят особенным родком. На выставе у Знагороды Краин Свету с коллекцией музея города Тракая, которая сейчас демонстрируется в Гомеле, больше 120 орденов и медалев за маль 40 краин Европы, Африки, Азии, Паудневой и Полночной Америки. Эта выставка уникальна для дворцового парка в ансамбле и для нашего региона, потому что она дает представление о наградах не только связанной с Великой Отечественной войной, которая нам хорошо знакома, но и вообще всех многих стран мира. Поэтому она будет интересна, я думаю, как взрослому населению, так и в первую очередь подрастающему. Потому что одна из основных задач, которая стоит перед музейными учреждениями, это воспитание молодого поколения. Американский медаль «Пурпурное сердце», бразильский орден «Паудневого крыжа» и японский «Священного скарба», орден «Короны Таиланда» и высшейшая державная узнагорода Дании, орден «Слана». Нават ты, кто не вельми текавится фалерыстикой, выстава не покиня об Ияковым. Уреште, убачить такие узнагороды в Гомеле можно далёко не кожный день, хоть размова не только об непосредных экспонатах. По словах организаторов выставы «Угод культуры» этот выставочный проект объеднал Музея Беларуси и Литвы, что в свою чергу будет содейничать умасованию добрососедских относин помеж краинами. А тому есть у все подставы мерковать, что эта выстава опошней не будет. Мы разные экспонаты имеем, можно поделиться и посмотреть, связанные с общей историей или какие-то тематические. В нашем музее разные коллекции, если будет и желание, всегда можем сделать.